Итак, затронем тему пигментации пасти, ведь бывает люди при покупке щенка даже не задумываются об этом. На этом фото показан вариант с идеально черной, прокрашенной пастью для породы Ротвейлер, с правильными, плотно прижатыми губами. Тут вариант с допустимой мраморностью, которая никак не влияет на здоровье собаки, а также не влияет на оценки при прохождении выставок. Этот случай тяжелый, полное отсутствие пигмента, ярко выраженный розовый цвет десен и губ. Стоит избегать вязки с такими собаками, чтобы не передавать эту особенность дальше. Особенностью планируется выставочная карьера. Собакам с такой пастью именно породы Ротвейлер снижают оценку от отлично да очень хорошо, даже если по всем другим параметрам собака идеальна. Это очень касается выставочных племенных кобелей, которым нужен допуск в разведение. На этом фото все серьезно. Если вы видите такой пигмент пасти у своего Ротвейлера, бегите к врачу сдавать анализы на гельминтов и биохимию. А также это может быть признаком какого-либо кровотечения. С этим лучше не шутить. Здесь у нас наш зимний носик. Ведь пигментация мочки носа и пасти Ротвейлера может становиться менее выраженной в зимние периоды. Связано это с недостатком витамина D. Чтобы этого избежать, просто пропейте витаминки, в состав которых входят водоросли. Ну, а также, конечно, нужно побольше солнышка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!